Все зависит от лидера, что это все. Да, это так. Все так, да. Так что я рад приветствовать. Так, каким мы дальше, о чем мы дальше будем делать? Да, к Борису Юрьевичу. Это воздушный, по-моему, беременность. Женская, наоборот, прожившаяся, архивная. Молодчина. Это надо историю. История эта очень, очень и очень интересная и очень замечательная, прекрасная. Ну что, не узнать. Я не... Здравствуйте. Здравствуйте. Это я вам говорю. Хорошего вам спасибо. Борису Юрьевича совещанник. Так что он у тебя здесь не будет. Здравствуйте. Распредствую. И это кто-то говорит, я восхищаю. Действительно, это очень... Были времена, совсем это другое. Я смотрел спектакль. Никто не приглашает, конечно, никто не интересуется. То, чего я рискнул все-таки зайти, потому что мы были в подвале. На Среднике. Вы знаете об этом? Или нет? О чем ономинает? Статья Станиславского. Статья Станиславского сначала здесь был, в подвале, на Воротниковском. Студия была маленькая. Где Кедров, потом Станиславский даже, Голованова такая была. А потом удалось нам переехать на Среднику, но тоже в подвал. Вот такой. А потом... Этого я не знаю. А потом, вы знаете, что в этом театре играл театр юного зрителя. Это я знаю. А в театре юного зрителя вахтанковцы играли. Вы это знаете? Нет. Вахтанковский театр. А вахтанковский театр во время войны разбомбили. И там я через 3-4 года его постоянно еле. Те переехали к себе вахтанковцы. Эти переехали в театр юного зрителя. И это помещение было свободное. И ваш покорный сударь решил, почти, это все завладеть. И это мы, там, в капустнике было все интересно. И мы пели такую песню. Славься ты, славься, наш темный подвал. Какого подвала никто не видал, Чтобы светочь искусство его озарял. Навечно тебе массовет его дал. И вот за это, а, лестник Шеня говорит. Ну, зачем мне здесь пожарников? Зачем мне быть пожарниками? Здесь есть зеркатые. Так что пожара здесь не будет. Ну, короче говоря, потом нас вызвали в соответствующую организацию. Что вам был совет, подвалы дает. И, короче говоря, Мальковскому, он был секретарем картийной организации, выговор, в общем. Ну, а я вот узнал, вот, Надя Животова, мне показали все эти документы. Они просили, значит, там не выдавали, только с моего личного согласия, я через юриста оформил, что... Но я был обалделый от этого документа. Буквально по дням. Где мне операцию сделали, куда мы везли, откуда везли, чем кормили, какие сигареты давали. Вы не представляете, я вот все, в истории болезни все есть. Как мне потом выдали на самолет. И, ну, я так случилось, что я перед войной снимался у Александра Петровича Довженко в фильме «Тарас Бульба» в роли Андрея. А до этого я в Ростовском театральном училище у Юрия Александра Завадского. Ну, везли с Бондарчаковым, Чеповым, как раз он после меня на экзаменах выступал. А потом так случилось, что я, значит, в 15 лет был юбилей Лермонтова, и наш руководитель кружка поставил, значит, Бородину. И мне этого самого Бородину поручил роль мальчика, который говорил, скажи, дядь, ведь не даром Москва с полетным пожаром пронесутся. Ведь были же схватки боевые, так говорят, еще какие. Ведь не даром помнится Россия про день Бородину. Ну, да, были люди, как же время. Ну, вот весь этот, где-то там, весь этот вечер разыгрывали. А потом главный режиссер театра Тагаловского подходит, ко мне, значит, ламской форекс. Я говорю, ему скоро будет 15 лет. Вы знаете, я вот посмотрел, я сейчас репетирую Тортьюфа Мальера. Там у Аргона есть сын Дамис, ему 15 лет. Я решил пригласить вас, чтобы вы сыграли эту... Это вот, да, до Микса, значит, это все. Ну, вот, на следующий день я, значит, пришел, что-то почитал им, там, это самое. Дали мне текст, зачислили меня артистом вспомогательного состава. Почему я так часто говорю, потому что вот на 3 года или 4 года назад мы что, отмечали, 89-90-летие? Из того друга мне пришла моя трудовая книжка, где записано, там, это 36-й год, принят артистом вспомогательного состава. Выбыл на учебу в Ростовское театральное училище. И я получил это вот на 90-м году жизни. Вот где это, что это? Ну, это самое. Ну и вот. А юниористы Завадские, ну, вы знаете, они приехали с труппой в Ростов, в этот большой, красивый, по тем временам, самый большой театр на 2200 метров. Вот. Ну, там были такие условия, что они должны, будут месяц гастролировать в Москве, месяц в Ленинграде. Им построили дом специально, 600-метровый театр, жилой дом. Всем дали квартиры, там, кому двухкомнатные, кому трехкомнатные. Честно. И все, и Мадвинов, Морецкая, и, в общем, все, Адулов, и Плят, и все там играли. А нам, вот, этим самым студентам, значит, ну, меня, так сказать, вызвали. Дупак. И я не знаю, какие силы вдруг. И вот там. О, великое искусство, прими мои первые шаги. И пошел. Ну, я там читал Бородяно, а потом этого читал Леонидсейна. Вы помните, ну, все, конечно, вон. Помнаться начет и прочета. Пусть жертвы них разбьют, а вон еще плавают. Пусть роза сорвана, она еще цветет. Пусть арфа сломана, а коты еще рыдают. Я говорю, спасибо. И вдруг я вышел, это я почувствовал, и вдруг Бондарчук. Вот Сережа нас потом приняли. И нам, студентам, значит, ориентовали, или как-то сказать, комнаты, квартиры. Не просто, чтобы мы самостоятельно жили, а вот хозяйка, есть у вас трехкомнатная квартира, она может сдать одну комнату. И вот нам тоже там где-то в 500 метрах от театра в домике дали комнату, и мы вот там чудили. Но мне, когда бы я не встретился с Сережей Бондаревичем Федоровичем, первое, что он говорит, о, великое искусство! Понимаю, он издевался. Ну, вот такие вот дела. Но если все рассказывать, это не дарьба. Понятно. Не дарьба. Вы вот сейчас расскажете, девочки. А? Да. Вы сейчас, мы когда закончим встречу, вы можете продолжить рассказать еще какие-то истории свои важные. Ну, нет, ну что же, что вы истории, это и... Я встретил первый день войны на съемку фильма Тараса Бунга в роли Андрея. А проводил вы, то есть, а... Ой, это что-то тут... Сейчас, извините. Извините, извините, извините. Да. Да. У меня большая просьба. Если можно, через полтора часа мне звоните. Я сейчас нахожусь в самом замечательном театре имени Станиславского. И вот беседую... Нет, без Немировича это самое. С одним Станиславским только. Там-то было... Это потом Станиславского и Немировича Дальченко. Это потом, хотя Табаков, мой любимый артист, став этим самым главным режиссером хата, вдруг решил выбросить на свалку Станиславского и Немировича Дальченко и вернуть первое название театра Московского художественного театра. РФТВ. Ну ладно, это, так сказать, байка, она не для печати. Спасибо. Я через два часа буду дома, позвоните, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Извините. Извините, извините. Так, ну что? А вы посмотрели театр? Мы еще не все будем показать. Я еще, я уже... Что я, как только вас увидел, что я сказал? Вы как-то... Я в восхищении. Мне все, что делается, все, я приемлю. Все мне нравится. Все. Помощники ваши замечательные, архитекторы замечательные, трансформации, как это здесь можно почудить, как я говорю. Есть возможности еще много-много-много большего сделать. То, что я немножко... Просто имели три диплома за архитектуру. Из них один международный диплом, я признаю, для строительства, и новый театр, трансформация. Это одна из лучших архитектурных решений. Там все трансформировалось. Это окно, которое открывало саму улицу, там, трех сестрок. Вы, наверное, не видели. Видели. Видели, да. Так что там... Ну, а все сейчас. Финское кресло выбросили. Закратили на 200 мест. Зрительный зал в аренду сдают. Тяжелую ситуацию. Это история. А то, что со Сталим театром, я вообще ничего не понял. Хотя на два года ремонт не нужен, там ремонт. Ну, поверьте мне, я каждую щелку так узнаю, что не хватит. Ну, вот жар дали. Он, вот тут линия наступал. Давай сними эту самую доску снять. А потом мы возмущаемся, что на Украине. Ну, кому у тебя за женский мешать, скажи. Я жил, я расцил их кулака, распулачки. Меня высылали в Архангельскую область, в станцию Коноша. Мой отец заготавливал крепежный рец для шахт Донбасса. А сам был, прошел войну, имеется в виду, империалистическую. Было награжден там. Ну, ладно, это немножко вторично. Так что мне, так сказать, удалось каким-то непонятным образом все пережить. Да, вообще, да. Чего пережить? Нет, действительно. А потом я видел спектакль в Меркории. И 33 оборока, и лес видел. И даже однажды мой брат средний в Сталина, Донецке, Юзовке, Донбассе был театр построен. Летний театр в парке, замечательный театр. Ну, и тогда, наверное, у нас тоже, как и Всеволод Тимировича, ну, хорошо, тут Москва, вот как на вас отреагирует провинция, как рабочий класс, немножко вот в таком плане. А мой брат электриков построили театр, очень хороший театр, летний, и они там играли. Я видел там, самое, жарок, как это, ну, десять женщин бросил я, как это называется, медведь. Медведь видел, и лес я там видел, в этом, и видел за кулисами. И даже получил подзатыльник, а там хорошего. То, что он электрике, он высвечивал, значит, фонарем там в отдела, а я стоял впереди фонаря. Вдруг я говорю раз, и Гриша нет, моего брата. Я говорю, ну, смотрю, он же с той стороны сцены там тоже что-то делает. Ну, я и пошел к нему. Сколько сценарий? Человек по-черезь сцену прошел. Я видел там, это самое, собак поразводили, там садим, жрать нечего. И вот, и вовремя я пошел. И он остановился там, что-то такое. И только я до Гриши дошел, до сцены, подбегает один, значит, мужчина, и меня за уши, под затыльником. Я потом понял, что это с помощью режиссера, или кто-то из этих самых, и я нарушил. Так что первое. То есть вы не участвовали в спектаке Меркулья? Нет, Меркулья. Вы можете говорить, что вы участвовали в спектаке Меркулья? Вы прошли сквозь сцену. Да, лево-направо. И есть первый спектакль, когда вы участвовали. Да, я здесь... С этого началась ваша артистическая жизнь. Ну вот видите, какая эппа. Вот это самое искусство вас надоумило еще до всего пройти сквозь, причаститься. Чудить мы. Ну, первый день войны я встретил в Киеве на съемках, в гостинице Континеца, в Шикаре. А потом, значит, записался в добровольцы, и меня там... Ну, все уже это все, уже не под Киев, и... У меня в военкомат позвонили с Ростова, что меня там расыскивают, что я сбежал, значит, от... Ну, я пришел в военкомат киевский, и говорю, вот, у меня там письмо написали, чтобы я срочно вернусь, у тебя повестка в военкомат. Я говорю, давайте мы здесь, это самое, вас мобилизуем в Киеве. Где вы родились? Я говорю, ну, родился я в деревне, вот, в Сталино, Донецке, в пехоту. Значит, я говорю, а можно мне повалерить, потому что я здесь вот снимаюсь в фильме, и меня учат верховую езды. Там, один из эпизодов, когда я выезжаю из этой крепости, из Бантома, кавалерию, так, Новочеркасское кавалерийское учебище. Я думаю, прошел здесь путь, Новочеркасскому кавалерийскому училищу, ходил в атаке, а потом, вот так случилось, что освободили Мерефу. Ну, нет, сначала Мерефу, наоборот, я был тяжело ранен. Валуйки, узловую станцию сам, ну, это можно Батя рассказывать, потом я вам покажу фильмы, Валуйки, как мы осмотрим. Ну, так вот, такие у меня очень, в смысле, просто где-то вот внутренние, ну, как они, что там они делают с театром, которому я отдал эти самые 20 лет жизни. И выговора, и фочи, и всякие, там, байки были. Ну, вот, и решили, да. А мне тут звонили, Николай Викторович, скажите, если станется вопрос о Марине Владе, вы можете ее принять на работу артисткой? Я говорю, ребята, вы чего, чудите, что ли? Это будет такое счастье, мы не только артистка, а все сделаем. Квартиру, я построил ему как оператив, Володарского построили, ему замечать. Это надо какой, не знаю, обладать, но, Господи, есть четкий Бог на земле. Он потребовал, чтобы выбрали с его территории, кектарный, дом, который построил Высоцкий для Марина Владе. Кто потребовал? Володарский, писатель. Потребовал, чтобы убрали это кто? За ворота, за ворота, чтобы убрали, я для Высоцкому дал, и не такой сыновья, там, жены, все это, да. Так что, вот, и такие вот пироги. Алло. Такие вот, поэтки, книжки, я вам показываю. Книжку мы сейчас найдем, она в пае осталась. Книжку мы найдем сейчас. Найдем, они не потерялись. Нет, там просто книжка, как раз, речь идет, он, он, твою фамилию, Глубоги, или это, там как раз вся труба. Там были Сирани, Василий Васильевич, Хедров, Яншин, главный режиссер, Дубан, секретарь партийной организации, Кругляк, Местко, Майя Мельблетт, секретарь пансабольской организации. Мы очень, так сказать, где-то чудили, интересно, очень. На бане были, были на Целине, были, там, я не знаю, где мы только не были. В общем, какая-то была очень, на мой взгляд, живая, интересная. Вот, Мостопоезд 3601, они нам построили, это самое, вот, малую сцену построили. Мы их приглашали, это мы построили, для театра построили. А там в этом... Это четвертое строение сейчас? Ну, сейчас, вот, малая, не малая сцена. Это новый театр был построен, сцена, малая его дворит. Там был вначале, это, сарай, декорация, потом уже построили. Нет, 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 сначала построили, мы построили, это, для театра. А потом уже руководители театра Саниславского стали перестраивать под сарай. Вот так это все было. Ну, то есть это третье строение все-таки? Четвертое, да? Это общежитие? Да, общежитие. А потом стало общежитие? Или третье? Половина, половина трупы, адрес в этой книжечке, куда я ее делал-то? Книжечка осталась на скалейке, где мы сидели. На куртке. Да. И читаю там, это самое, корень, это самое, улица Горького 23. Это самое, этот, Урбанский. Вот это книжечка. А, ну, нет. Вот это такая книжечка, видите ли? Включая, вот настал. Вот тут все фамилии всех этих самых. И в основном 10 человек там первое выступление у Латшала Чакуншала было так. Почему это? Чудильно. Здорово. Так, ну я сейчас уже, что, одеваться буду? Нет, нет, нет. А, нет. Там была книжечка просто. Я с вами буду с вами расстаться. Но я надеюсь, что вы проведете еще у нас время. Девочки с вами еще пообщаются. Мы все-все завершим. Мне очень интересно тоже. Происклант интересен. Ну, я не тот, который, так сказать, в своем, как называется, на сыпь чужой. Но это мне не чужое просто. И почему я? По-моему, вот, так, душа болит. И единственное, я тут, однако, говорим, что я пришел в театр, администрации нету, директора нету. Я говорю, а как? Ну, билет вот. Ну, я заплатил 500 рублей, купил билет и посмотрел этот самый спектакль «Не верю». Вы не видели этот спектакль? Не верю. Ну, шел расстроенный. А сегодня я в постольке. Вы счастливы. Для нас очень важно. Да, да. Нет, серьезно. Ваша оценка нам очень много. Да не только оценка. Давайте я вам могу еще сыграть у вас чего-нибудь. Вот меня просят сыграть Чебутикина там, а я, может, и еще могу и сыграть. Жизнь прекрасна. Многим из нас кажется она пустой и безнадежной, но надо осознаться, она становится все яснее и легче. И недалеко-то время, когда она станет совсем светлой. Лет через 200, через 300, жизнь будет на земле невообразимо прекрасна, изумительна. Ведь самое, уже через 200 лет вас уже не будет на свете, слава Богу. Года через два-три вы умрете от кондрашки или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой. Спасибо. На эту сегодня минуту надо покормить, Николай. Да нет, я еще вот вчера там, я еще продолжаю чудить, у меня любимое занятие, это чудить, да? Никто чего не делает, чудить. Так что, нет, я действительно очень искренне, не единственное, я уже девчонкам сказал, это, наверное, вы это быстро дали, вам это все. То, что оформлена, информация о театре, это все замечательно. Единственное, единственное, зачем вы бы не имя театра, мне кажется, это не нужно делать. Я бы вернул это имя театру, никакой, вы делаете их, кто они, все, делайте все, что хотите, хоть на голове ходите. Но имя студии Константина Сергеевича Станиславского, который Сталин разрешил в 35-м году и сказали ведь сам. Тех актеров, которые, те спектакли. А вы знаете, Николай, что мы как раз, а дело в том, что театр драматический, Станиславский уже назывался оперно-драматический. Нет, это, а мы знаете, что делаем? Мы возвращаем оперное направление. Мы реализуем эту идею. Вы знаете, вы знаете, вы знаете, это прекрасно, прекрасно. Ну, есть, он же оперный, он стал, извините, пошли все туда, в Немировича дальше. Мы его оттуда выгнали, Станислав. Но вы же не приняли, если бы вы их приняли сюда, тогда можно разговаривать. Но это ваше дело, я не хочу настаивать. Да, это сложная программа. Сложная программа. А Электротеатр, конечно, Электротеатр, он был изначально кинотеатром, назывался Электротеатром. Мы в этом смысле рассказали, что тогда надо убрать оттуда Станиславский. А Станиславский тоже был. Поэтому мы назвали Электротеатр Станиславский. А официально Драматический театр Станиславского мы сохранили. Во-первых, мы сохранили на фасаде название, и юридически мы сохранили это имя. Так что мы все приняли. Вы знаете, нет, я не все... Вот как он тут назывался? Ну, это 61-й год. Драматический театр имени Константин Сергеевича Станиславского. Ну, это не самое главное вообще. Это важно, важно. Мы на самом деле это название свято храним. Но Электротеатр Станиславский это следующее название. Вот смотрите, жизнь дома. Посмотрим с точки зрения века. Вот вы рассказываете свою жизнь. Там же много было у вас, как сказать, перемен. И вы сейчас чудите, а начинали вы с того, что тоже чудили. Прошли сквозь спектакль Мир Хольда. Вот это ваш начало. Это же поразительное. Так вот и наше начало. Это в начале дом построили. Первое общественное проявление этого дома – кинотеатр. Первый кинотеатр в стране. Это очень существенно. Назывался Электротеатр Арс. Дальше много чего было. Вплоть до публичного дома. Меблированных комнат. Разные. Да, это естественно. Много театров. Да, это все мы знаем. Потом Станиславский. Потом Драматический театр Станиславский. Сейчас возвращается Электро. Театр Станиславский. Театр Света. Ну вот, Театр Света. Да, потому что Электро – это греческий корень. Свет. Ну, это не принципиально. Но все равно. Я хотел вам объяснить. Нет. Меня одна из Вильям там говорит. Ничего. Это извинился на ноги. Давайте кушать. Давай. Да нет. Смотри. Давай, тогда заводи. Нет. Это не… Я услышал, Николай. Да вы поняли. Да, конечно, я все понял. Я быстро понятен. Чего-нибудь. Да, да, да. Ну и второй я… Ну, разнесемо примитивно соберемся с ребятами. Я расскажу это самое. Я прочитаю чего-нибудь. Спасибо. Спасибо. Расскажу, как складывалась судьба Илеонова. И Илеонова у меня в спектакле две судьбы. Узбек играл в подвале, вот о котором мы потом… Я еще немножко там занимался режиссурой. Но самое большое мое увлечение, самое большое увлечение – это шумы. Я любил создавать… Вот видите, уже шумы создавали. Создавать шумы. Сейчас запросто радио, там это самое, а тогда это и дождь, и ветер, и… И потом так я добился, что участники Шумов, Глебов, Вестник, там это самое, Алёшка и Лагин за пять рублей получали за спектакль. Шумовая двумя. Шумовая, ну, по-красному, и дождь, и ветер, и там… Чьи, 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 чьи! Чьи, 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 чьи. Ну и так далее. Гениально. Очень интересно. Было. Было. Да мне кажется, что… Сейчас беда, но что делать? Я считаю, что это моя Украина, старопяшная, я родился. Но мы дали пример сносить памятники. Я считаю, что это большая выпасть. Не трогайте, не трогайте вы, создавайте свое. А то, что поколение, все. Я могу, юность вождя, это был спектакль, который мы приехали, привезли в Ленинград. Я рассказывал, кажется, вам не рассказывал, как случилось это самое. Это был спектакль, попасть невозможно. В Ленинград приехали, совет забит. Но, к сожалению, умер Чейбалсан, мы в филиале МХАТа играли. А на следующий день уехали на гастроли в Ленинград. С колоссальным успехом. И вдруг получаем телеграмму. Срочно снять с репертуара юность вождя. Потом детство тут, в театре юного зрителя. А мне потом Фадеев и Алексей, театр Красной Армии, Попов, Михаил Михайлович. Вот мы сопровождительно рассказывали. Они были на этом заседании совета, члены совета. И рассказывали, что когда объявили о театре Станиславского, юность вождя, и все смотрят, а он сидел у окна всегда. И иногда покуривал. И смотрят, и ждут. И он говорит, к великому сожалению, я не мог посмотреть этого спектакля. В этот день умер руководитель монгольских коммунистов Чейбалсан. И я счел безстатным идти на спектакль. Я попросил пьесу. Я попросил, я прочитал эту пьесу. Товарищ Хуцричвили буквально с пеленок делает меня революционером. А я был простой грузинский семинарист. И потом что-то много, всяких спектаклей там и в юности, там где-то у юного зрителя спектаклей. Слишком много мальчиков появилось на сцене. И никто, никто не рискнул с ним поспорить. Потому что как раз там был живой, настоящий. Я Дариташвили играл. Мы читали «Призрак вронит на Европе, по Европе признак коммунизма». Михаил Яншин и так нас поставил, и так поставил. А потом доска, вестник потрясающе играл учителя. «А ну-ка зайдите, Николай, зайдите за доску». Ну и мы зашли за доску. «Ну давай, начинай читать «Призрак вронит» по Европе». Я начинал читать «Призрак вронит». И где-то в течение трёх-четырёх минут я читал этот самый «Зрительный зал». Сразу вот такими, ну, много «Азори здесь стихи», «Паши живые», «Войны не женским лицом». «Не представляете, мне так жалко Анатолия Васильевича». И это эфоса, трагедия. Я видел. Я эти спектакли видел. Ну, как трагический. Холоний Шин, и там ушли пять человек, ушли в «Современник». Это вообще-то такое. Доня Филага потом каялся и просил почтить его. Ну, ладно, честь. Адёмте мне ещё, может, расскажете какие-то вот... Хорошо. Ну, вы что, договариваемся? Да. В смысле, чудить. Да, будем чудить. Будем чудить. Ещё раз я выставляю оценку «Отличный». Всё очень грамотно. Запишите в дневник. Грамотно. Нет, серьёзно. Очень грамотно. Я уже здесь вам рассказывал, как этот... Капиталист. Отпустил машину свою. А я говорю, а как же мы довели? В Финляндии. Ну, там друзья уже и кайсал. Ну, в общем, всё замечательно было. Кастрюлю на три раза были. Вот, кстати говоря, мы привозим Бориса Годунова. Подают билеты. И тут же Бориса Годунова продают. Потому что ты перед спектаклем можешь прочитать и уже следить это самое. Спасибо. Спасибо вам. Заходите сейчас. Заходите. Здравствуйте. 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 Это наша завтруппы. Здравствуйте. Здравствуйте. А это был партус. Я уже знаю, да. Ну, я пришла в театр и неожиданно. Ну, что делать? Да, да, да. У партуса я сам дачилю. Мне очень интересно, что у вас музеи и какие-то установки. Ну, много, всё-таки те 20 лет, когда я где-то чего-то делал, но мы как-то интересные. Интересные актёры, режиссёры, и так, на господь ремонтировали, и по-другому всё. Спасибо. Пойдёмте с удовольствием. Да, спасибо. Приглашайте, будем. У нас, видите, просто такая судьба из-за того, что одновременно... Спасибо вам, что не великих бедствий, а всех о нас вы думали в Кремле. Это я читал с Вандой Красковской. Кстати, Красковская... Ой, ай-яй-яй. Спасибо. Как отношения у вас, вот, это самое... Ну, ну, Владимир Майер, это самое, Руа Сехова... Рядомому зрителю очень трудно объяснять. Ну, может быть. Вы поняли, почему лампочка есть самая... Лампочка и речает, знаем мы, а лампочка Саниславского, мы не знаем. Ну, это, опять же, это можно с этим не то что спорить, можно и так, и этак. Я просто высказываю своё... Что-то вы можете... А вот эмблема Таганских, что символизировало? Вот этот красный квадрат с чёрными... Ну, была парочка, а не какую-то... Там он назывался «Театры, драмы и комедии». А почему? Я придумал это, последнее название. Я решил, что много театров драмы, много комедии, много... А чтобы точный был адрес, что это находится на Таганской площади, Таганское метро. Вот отсюда идём. Я же, извините, лет десять я пишу «Театр драмы и комедии на Таганке». Мне Управление культуры на Таганке зачёркивает, что нет такого театра. Есть театр драмы и комедии. Я говорю, ну, у нас драматические театры, есть драмы театры. Драмы и комедии полно в мире. Но конкретно, чтобы нас не путали с другими театрами, я определил точное название. Ну, была раньше «Марочка», самая, я, кажется, вам не показывал, я показывал, я показывал, я показывал. Ну, короче, «Марка» была нормальной. «Театр», «Театр», «Драмы» и «Комедия». Вот так вот, «Марочка». Ну, я принял эту марку, чтобы не путать, ничего не переделывать. Написал мне звук «На Таганке». И всё. И вот с этим точный адрес. Так как я пояснял финскому телевидению, почему на Таганке, что это место, площадь Таганская, метро Таганский, магазин Таганский, что точный адрес театра «Драмы и комедии» на Таганке. Ну, чтобы не путали нас, я вот такую приставочку делал. Вы чего такое как-то так? Это кофе, да? Это перевод такой. Так вас пользуются? Ну, пак, мы в корме, скажем. Да. Ну, я тогда буду ходить, вам оглядывать. И ходить. Только единственное, что объекты на четвёртом этаже, и не все доходят, высоко поднимаются лифтами. Ну, как лучшие дома Лондона и Жмелинки. А вы начали рассказывать что-то про Кросковскую. Про Кросковскую вы начали рассказывать. Про Ванду Кросковскую. Ванда Кросковская здесь у нас. Мы очень много с ней выступали. И вот на юбилей читали «Спасибо вам, что в дни великих бедствий о всех о нас выдумали». В Кремле вот такое стихотворение мы читали. Ну, потом много там я по обществу, знаний я там выступаю. И вот я говорил о Целине, я говорил, что у нас театр очень активное участие в жизни нашего общества. Ну, это джиадем, а вы не едите. А вот ещё, кстати, вы чего-то как в лучших домах Лондона и Жмелинки. А интересно, почему вы директорскую карьеру предпочли актёрскую? Это вроде такие не очень противоволожные профессии. Ну, я же вам рассказываю, я не помню. Нет, я поняла, что приглашал, когда Бересиан умер, что пригласили... Ребята нашего театра, коллектива, ты член бюро райкома, ты самая... Ты вот построил нам этот, значит, малый зал... Давайте откроем. Нет, нет, откроем. Я имею в виду, что вам это было интересно... А я всё время занимался. Я же был секретарем партийной организации, членом бюро райкома. То, что мы здесь, это благодаря моей общественной жизни, это самое. Ну, я то, что в актёрской природе, там, наверное, заложено такое стремление, там, нравится или не нравится, а директор, он должен, во-первых, обслуживать других актёров. Ну, я же был ещё и, добавки, режиссёров, я тоже помогал, и как режиссёр, и как актёр, и как... Придавалось раньше большое значение общественных действий о... Нет, ну, это что такое, тут перебрали. Ну, ладно, то есть как, смотрите, всё съел в дупах, всё, приехал, и вот... Нет, я... Вот себе внука звонил, сейчас там что-то такое нужно... Ну, я вот перед участниками парада выступал, и сейчас выступаю перед матросами. Ну, как-то всё... Ну, как-то я пошло на горах... То есть таких людей... Не таких людей я не... Ну, просто нету. У меня из корпуса двенадцать, значит, тысяч кавандиристов, я остался один. Вот как я остался один, я не знаю. Потому что я и был ранен, и потом возвращалась ко мне... Полгода назад я почти десять месяцев не активно лежал в больнице, но меня активно кололи. Насколько активно, что я сижу в сеансе Таниславского? Ну, хорошо кололи. А? Значит, хорошо кололи. Врачи были во время войны очень хорошие. Мне хотели стопу ампутировать. А в это время Барнет предложил режиссёр сняться в фильме Лёшка Санникова. И съёмки были... Хотя в 1944-й год съемки были дедевами в Ростове после освобождения. А то, что я от 5-й Станиславского, случилось так, что картину закрыли. Я этому самому обсуждаю, закрыли. Украинские писатели против Долженко выступили, потому что картина была рассчитана на правду о войне. Почему мы отступали, какие там... Вот я, раненый, играл Василия Кравчину, там, это самое. Я с трудом, значит, выползаю к шоссе, к дороге. Пытаюсь на себя обратить внимание, но вообще на меня никто не обращает внимания. Райплан, рай там, это самое, вот всякие вот эти самые организации. Пылью у меня отдают, пылью. И я такие слова говорю. И они бежали на государственных резиновых колесах. Очень острые. А вы выбрали студию, она по каким-то... У нее была какая-то слава вообще? Лизочка Мирскова, ваша актриса. Есть она или нет? Лиза Мирскова? Ну, она умерла давно. А? Она умерла давно. Нет, она умерла. Она была моей партнершей по этому фильму. И когда я пришел к Александру Петровичу Долженко, когда ему запретили, а меня выслали из гостиницы «Москва», где я жил как артист мост фильма, там я уже зарплату хорошую подали, потом инвалидам. Я пошел к нему. Они жили там, да, в районе Кутозовского. Я пришел, позвонил. Открыла мне Солнцева Юлия Ипполитовна, жена Александра Петровича. «Сашко, до тебя Микола дупает. Ну, нехай заходит». Я зашел, и он мне рассказал о той трагической истории, которые обрушились на него украинские писатели. И обсуждался при Сталине этот сценарий. «Сценарий запретили, а Александра Петровича сняли со всех должностей». «А Александр Петрович, ну а что мне делать, вот вы рекомендуете? Что?» «Ну, я в силе смогу так, на мосфильме и…» «Микола». «Чехка из этого…» «Фильмотографа». «Куда, Александр Петрович?» «В театр». «Ну, я…» «Значит…» «Он говорит…» «Ты хлопец…» «Гарный, боевой…» «Сам я мог бы позвонить там Немиро Чуданченко или кому-то, чтобы тебя приняли, но…» «Тебя все данные, чтобы тебя приняли». «Вот, правда, в костыле это не очень удобно, но это…» «Пришел я в школу Немиро Чуданченко». «Да, в уже крайошел…» «Понятно?» «Конечно!» «В жадность какая человек…» «Ну, что вы в училище заводского?» «Я говорю…» Катарена Кнут Гансона, пьеса такая, о, замечательно. Я сейчас позвоню Еландской, она вместе с Качавой играла в этом Кнут Гансонова в Рацарце, я немножко искужался, так сказать. Назначили встречу со мной, стали репетировать. Мне тогда было 23 года, а я, наверное, 53 года рутуха, потому что я люблю жизни, объясняюсь, целую, ручки, а так было голосами. Мы пролепетировали, назначили те два дня. Еще репетиции, уже показ в гостном совете. И вдруг, значит, поехала я к Лидовичке в студию. Ну, как-то по-хорошему дружить. Сегодня у нас премьера День чудесных обманов в этом самом церкальном театре. нет, ну я так, вот, перевор. Мы пошли в зеркальный театр, она там играла в этом спектакле. Игра Рубцова, Сидоркин, потрясающая. Левинсон. Лифанов. 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 Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Борис Лифанов. В общем, хорошие актеры. Смешно. Смешно. Потрясающе. Играли в летнем театре, в сентябре, немножко холодновато было. Ну, чего-то у меня так было смешно, так я расхохотался, свалился даже с кресла. Тоже так же. Ну, блестящий спектакль. Смешно. Ну, и я, значит, после спектакля, сидишь в Кмирской, там, пошли поужина. Я говорю, нет, кто-то не хочется в Амхат. А здесь молодые, друзья, перспектива большая. Я говорю, хорошо, я завтра узнаю Дину Сергеевну. А мы жили недалеко. Я у Бориса Молкова, своего фронтового друга из госпиталя, когда меня выселили из гостиницы, он меня приютил. И мы недалеко жили. И мы встретились, он говорит, почти завтра тебя ждут в студию. Дина Сергеевна, завтра, сказала, короче, надо еще раз проверить. Я проверил, пошел, значит, в студию, они здесь на Голконского. В подвале работали, в Станиславске, в Кристе, в Мальковске, в Зиньковске, в Равенске. Но я решил все-таки не на костылях идти, а спал, хотя удовольствие небольшое. И было плохо пропечатано время. И я, если в 12, пришел на всякий случай, думал в 14, но я все-таки в 13 пришел. И 50 минут меня ждали, значит, Дина Сергеевна там, завтрубкой тогда у нас. У меня был обморок, что все сидят и ждут этого фронтовика, хлопца, чтобы решать его судьбу. У меня было ощущение уйти, со стыдом уйти, так сказать. Ну, тогда вы измените, я виноват. Нет, и вы уж идите. Я открываю. Здравствуйте. Здравствуйте. Кедров. Так. Что же там, молодой человек? Воин. А заставляете нас уже час ждать. Я говорю, Михаил Николаевич. Можно я потом вам объясню ситуацию? Ну, ладно-то, ладно-то. Ну, что вы нам прочтете сейчас? Знаете, я говорю, в госпитале я читал рассказ Оксана Петровича Долженко «Отступник». «Отступник». Но он большой очень. Я не обижусь, если вы прервете меня тут же. Ну, не знаю, какие силы, как они выдержали. Я прочел полностью весь этот рассказ, двадцать минут. Я читал. Эта ассоциация, вы поняли, что это связано с современной, война, такой же Андрей и такой же «Я тебя породил, я тебя убью». Как они выдержали, не остановили, наверное, все-таки и мой орден Боевого Красного Знамени, и палка, и ранение, и война, и все это все. Они на броди с терпением. Буквально через пять минут выскакивает Борис Иванович Раденский. Поздравляет меня, молодец. Я сейчас делаю спектакль «Милина в тиши лицов». Там роль героя Советского Союза. Я тебе помчаю эту роль. А мы надолго ей будем. Ведь я сейчас уже что-то в следующий раз только не готовлю. Чаю достаточно. Тогда же студия имела, как бы не имела, осталось театра. Да? Студия же была. А почему они набирали актеров со стороны? Они же должны были, по идее, учить. Своей. Я же вроде поступил мне учить. А я уже артист Тагазровского театра. Я так-то снимаюсь в кино. Но уже такой я уже вроде... Вот вы не знаете, почему вообще вдруг стало... Просто обстоятельства. Такого эпизода, такого случая больше я не слышал, чтобы повторился такой же случай. Может быть просто так, вроде бы во время войны же состав не особо как-то изменился? Нет, но мы играли оперы драматические. Испания играла спектакль на Красной Пресне во дворце культуры. И оперы шли, и руководил Нежданова, Голованова. Ишли спектакли. Вот День чудесных обманов шел. Потом Наташа Москвина, такой спектакль не халкал. Я уже стал кушать. Так вы можете не доедать, не обижайтесь. Нет, мне стыдно, что делать. Отдать им животных. Такой обед нам подавали, я сейчас могу дарить. Такими веноками нас угощать. Ну а вот сами студийцы, они не ревновали может быть? Студийцы не ревновали к пришлым актерам? Нет, ну совсем другие. Все были, что такое интригги вообще. Но потом... Дидовщины не было? Нет, ну что вы. Что вы. Ну может быть кого-то ущемляли. Потом меня ввели в три сестры сразу. Я у Чебутыкина Денисчика и самоваром поздравлял с самоваром. Выходил. До меня Ермолов играл эту роль. А что вы так зажатые вообще? Михаил Николаевич. Михаил Николаевич. Творческое блаженство. Творческое блаженство. Творческое блаженство того, что он достал. А Кедров вообще успевал руководить? Он же все-таки был в Манхате тоже. Ну, режиссер он вел. Он был бы в курсе текущих дел. То есть подставил спектакль вот. Фархад и Шери. Это Мальковский поставил. А? Фархад и Шери Мальковский поставил. Фархад кто поставил? Мальковский. Мальковский поставил. Фархад и Шери? Да. А кто вам это сказал? Программа. Фотографию покажите. Ну, вот та фотография, которую мы видели внизу, там как раз в Мальковский ставили с Варгуном. Где вы, Варгуна и Труппа, и Мальковский в середине. Михаил Кедров, он был художественным руководителем. Да. А ассистентом у него было Новицкое, а ассистентом Мальковский был, а ассистентом Зиньковский, был Равенский. Их ассистенты. Ассистенты готовили, а последний выпускал спектакль Фархад и Шери Кедров Михаил Николаевич. Даже вот я, кажется, рассказывал вам, Лунгин был ассистентом, и там сцена появляется, ну, царь их нельзя как-то назвать так. И все падают на колено. Мы падали на колени. Мы падали на колени. И вдруг Лунгин кричит, Шаламович на колени! Один актер нашел Амуович, фамилия. Не упал на это. А вы помните, когда происходила реорганизация, когда оперное отделение? Да. 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 Тогда же в сокращении какие-то были? Ну, там Голованов руководил вместе с… С Неждановым? Да. Супруга у него… Как? Ну, фамилия. Руководила на оперном отделении. Голованов руководил. Неждан? Да, Неждан. Неждан. Это драматический тяж. Им не снесло. А труп уже драматическая, наверное, сокращена была частично? Нет, мне… Ну, так особенно не меня. Особенно. Беломусов, я помню, пришел. Семичева пришла. Маркушев вот пришел. Вот эти… Это уже когда мы его здесь уже были. Вестник. Волчок. Волчок. Калина поступала к нам. Ее не приняли. Почему? Почему? Потому что у нас была Рубцова, она хрячая, выразительная была. Ну, она и старше на 20 лет почти. На 20. На 30. На 30. На 20. Ну, не приняли ее. Понятно. Хотя, не знаю, история того, что Яншин снимался. Волчок был оператор, кинооператор. Ну, не знаю, я в таких тонкостей не вникал. А вообще Ваша любимая роль какая из всех, что Вы сыграли? Что Вам больше всего нравилось? Собственное достижение. У актера? У актера? Да, у любимых ролей нет. Нет, это и не хоккей. Ну, и тогда же в послевоенные годы много было случайно там другие бесконфликтные пьесы. Ну, потому что такое… что-то навязывалось, может быть. Ну, там где-то в каком-то блебяжем. Это был хороший степень, на самом деле. Блебяжем. Помните такое? Блебяжем. Я не был занят. Потому что я не был занят. Вот такой спектакль был не ах. Ни по линии драматургии, ни по линии актеровского. А что Вы сейчас назвали? Сейчас мне будет плохо так поедать. Не обязательно надоедать. А? Не обязательно надоедать. Нет? Обида. Нет. А Вы чувствовали, как в 50-е меняется, там с 100-е меняется репертуар? Что-то… Нет. Я почувствовал только, когда ушел Михаил Михайлович Янович и пришел Львов Иванович. Просто я сразу почувствовал, что это немножко другое. Совершенно. И когда ушел из жизни Василиевич Валичианин, к которой по-разному можно относиться, ну, он как-то умел с актерами никого не обижать. Его никого не обижали. Это было. А Львов Иванович пришел и что-то такое начал резко делать трупы. Львов Анохин как-то резко начал менять что-то? Ну, палуба. Я не знаю, вышел в спектакль, палуба. Ну, я был занят какого-то рельса и какого-то ролика не дал. неудобно мне говорить. Николай Александрович. Вот такой весь, такой какой-то вот, ну, очень грубо это делаете. А я между его таком, с таким, это самого, немножко, у них, у нас понятие темперамента немножко, понятие вот, ну, он замечательный, он, извините, много там и играл, и сделал, но в тех репетиций, которые я недолго был на этих репетициях, как-то так. Но все-таки я решил, когда мне предложили, что в вашем театре будет трудно, друзья, я и так далее. Ну, вы тогда предполагали, что, возможно, вы актером больше быть не можете? Когда вы уходили на директорство, вы предполагали, что, возможно, играть больше не сможете? Почему кто это сказал? Ну, я выступал и обществу, и знаний, и встречался, и единственное, что когда я увидел доброго человека и все званые, вот с любимыми и так далее, ну, как-то, ну, некогда было, чтобы играть. Было очень много проблем, проблем очень много, было и творческих, и политических, и финансовых, и все было не так. И все было потрясающе, интересно, замечательно. А потом, вот после, когда, значит, он ушел от Людмилы Васильевны Селиковской, она очень помогала. Ну, просто, встанут два человека, второй человеком. У вас не было искушения, там, самому себя назначить, там, на роль, условно? Ну, вы же обладаете? Ну, вот я заезжал в Высоцкого так, когда я отпустил его, а он привез Жанну Вилланом специально на Высоцкого, ну, и вот он мне сделал такой звездой. Я, это, царство небесное, о покойниках или хорошо говорят, или ничего не говорят. Вот мне хотелось бы, чтобы я на эту тему не говорил, только что говорить о том, что все зависело от него, как от, несмотря на то, я же уходил из театра, вы это знаете? Да, да, да. А? Да, 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 конечно. Значит, вот на малую роль. Угу. Когда он сказал, что он хотел бы там в одних руках держать власть, я актер его отпускаю, они снимаются, я то ли снимаю, немножко вот такой вот, маласки. Хотя он то ли снимался, у Экоса его снимал. Потому что, когда я пришел, это была трагедия колоссальная. Вот дал команду, чтобы ушли из театра. И ушел Боровский, Смехов, Шапованов, Филатов. Шесть человек ушло из театра. А в Янышинский период же тоже был период, когда ушло много. Когда Гриценко ушла, Ревенсон ушел. Вы помните это? Здесь, да. Это уже без меня. Нет, почему 57-й год? При вас. 57-й год. При вас. Рубцова ушла, да, я помню, да. А это с чем было связано? Не помните? С чем было связано? Конфликт был какой-то? Знаете, наверное, да. 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 Ну, я еще немножко занят. Я сейчас выезжаю. А что ты хотел? Я сейчас в театре... А, нет, это я все хорошо. Просто здесь вот в театре Станиславского, который мне 20 лет проработал, вот сейчас здесь очень много интересов. Хорошо. Ну, ты извини, я, наверное, минут через 30 еще еду. Там все внизу, да? Алло. Хорошо? Хорошо, хорошо. Хорошо. Ну, вы извините. Привет маме. Целую. Привет. Извините. У него вчера день рождения, а я на съемках. И внук обижается очень так же. Хватит тебе, сколько тебе нужно, хватит... А он сейчас вас ждет, да? А? Ждет вас сейчас? Чего? Сейчас вас ждет? Да. Это было, значит... Вот когда вы ходили, вы не помните, да, этот момент? В 50-е, в середине. В лиценках, когда ушла, Левицова ушел, Робцова ушла, там, наверное... Ну, это в основном... ... . В Уравинских сначала ушел. Ну, В Уравинских здесь уже тут нету. Робец из Шо. В Уравинских иáchов, очень даже. Я. В Уравинский здесь уже утро, конечно. В Уравинских... Ну, Калчинский ушел, как допустим. Все-таки, как-то был соблазн, играть все-таки во МХАТе, быть главным режиссером Малого театра. Он рассчитывал, что его назначат главным режиссером Бровецким, а назначили Львова, Новосина. Интрии ведь сохраняются, особенно среди актеров. Это самая незащищенная профессия актера. Поэтому лично я все делал, чтобы актерам было хорошо. У всех квартиры, у всех дачи, у всех гастроли. Какие это и Париж, и Милан, и Мадрид, и Литва, и Эстония, и Латвия, и Ленинград, и Финляндия, и Швеция навек. Это все вот так приходилось их приобщать к искусству. Даже когда Юрий Петрович там не был лишен. Я настаивал о том, что в Испании его пригласили на фестиваль. А потом мне оплатила в это время на фестиваль в Испании, в Мадриде. Актер Маслов попросил во французском посольстве политическое убежище. Представляете, ситуация любимого, который лишен гражданства, Маслов, который, извините, актер попросил политическое убежище, фестиваль. И что делать директору Дупаку, скажите в этой ситуации. У меня были красные трубки, телефонные. Все могли звонить, и все это. Самое единственное, меня порадовала мадридская полиция, когда я сделал заявление и так далее. Они просили меня не волноваться, дали мне вручную вот такую медаль Мадрида. Город там такой вот самый. И сказали, какой же он идиот ваш. Ну, сыграли бы через две недели, там три. Остался бы, и все, и нормально. А тут еще любимый приехал, который решен бы остаться. Я... ну... Такие ситуации, конечно, они непросты. Ну, как-то выкручивался, как-то и сам чего-то... Чудил, как я говорю. Мне неудобно оставлять. Сидите. Нет, очень вкусно, не серьезно. Я теперь как что приезжаю к вам обедать. Хорошо. Будем ждать. Всегда рады. Ну, это нас вот кормит бар, который на углу находится. На углу теперь арт-ресторан, там завтраки с режиссерами будут проходить. Будет трансляция спектаклей внизу, в ресторане. И эти же люди готовят на служебные бухи, а на зрительские бухи. Молодцы. Молодцы. Это очень, очень хорошо. У меня это все было, но потом, к великому сожалению, я ушел, и все у них. И рестораны, и кафе-клубы, и международная школа, и в общем, все, что я понял. Проект уже стал, утвердил, где это самое, на мой взгляд, было самое трудное. Ну, по-моему. Это когда ставится на репетиции, ставится там 10-11 часам репетиция спектакля. Два часа все это прекращается, выносится, значит, и ставится новый спектакль. В 11 ночи снова выносится. Вот я был против вот такой муратской работы. И решил построить специально зал, сцена, не зал, сцена для репетиции. 24 часа, все, один к одному, все, регуляторы, все, один к одному. Выпускайте спектакль. Репетируйте, ночью, днем, когда вам угодно. Это, ну, вы представляете, а там-то идут только спектакли. Утренний, вечерний, спокойно он там и сам. И утвердил все. Ну, Юрий Петрович решил быть директором и художественным руководителем в одном лице, как Леонид Ильич Брежнев. Хотя я обещал на эту тему не говорить. Ну, вот где-то такая жажда, ну, это что-то такое. Я единственное себе все время убеждаю. Миколы, ты живой. У тебя ведь уже и мои друзья, и артисты, и все. Уже самые великие, самые талантливые люди ушли в землю. Они находятся в земле. Об этом писал президент, кстати. Каждый год мы выпускали спектакль «Дни Победы». 20-летие, вечный огонь настоящий, даже не настоящий, на сцене. Вечный огонь. Спектакль больше тысячу раз прошел. Везде. Дальше «Азори» здесь «Тихие». Дальше «У войны не женское лицо». Дальше «Постигните земли». Вот шесть спектаклей на тему жизни нашего народа в великой отечественной период войны. Что еще раз я подчеркиваю. Самые гениальные, самые талантливые люди в земле сырой. Ну, Чухрай бы не выздоровел. Не было бы тех фильмов его, 41-й его, «Палата солдат». Ивановский ушел из жизни. Гагарин бы не полетел в космос, потому что он бы стал заместителем Королева. В последний момент, когда уже готовится пуск, вдруг он обратил внимание, что один датчик не работает. И он с этим залез вот туда на вышку, на эту самую, открыл люк, и на него, говорит, удивленный смотрит Гагарин. Такое впечатление, что он прилетел, или что случилось? Он включил тур, закрыл, и буквально через несколько минут старт и полет. Так что очень много, очень, и писателей много, и людей много. И у нас такая была удивительная, интересная дружба с писателями, с критиками, с актерами. Я старался, как-то в спектакле, трудно спонимались, запрещались. Вот такой был период. Николай Игоревич, вы подпишете, кстати, в вашей серии? В следующий раз только не давайте мне такой. В следующий раз только чай с пирожками, где-нибудь подпишите нам. Ну, где сами хотите? Волочек, пожалуйста. Так вот. А что? Кому? Ну, в театру. А где тут? А где хотите? Ну, мы почитали тут все. Мы еще не успели, мы сами задавали. Не успели еще. Странно. А что такое? Ну, где написать там? Ну, где светлый ход, наверное. Ну, тут где-нибудь. На небе. Что написать? Ну, просто театр. Дорогому театру. Какому он считается? Дорогому театру. Нет, я театру Станиславского отду пока. Угу. Раз triumph. Время тоже. Время тоже. Татьянаку. Угу. Лагомой очень легко. Зацепляйтесь. Так, сегодня какое число у нас? Поехали. Спасибо. 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 . . Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Всем. Всем. Всем добра, счастья и хорошего настроения. Я очень надеюсь, что театр Станиславского Константина Сергеевича Станиславского где-то сейчас он хорошо звучит, но я думаю, что он где-то набирает силы для того, чтобы искусство театра Станиславского где-то где-то по-новому зазвучало где-то по-новому зазвучало на всей Вселенной. Правильно вы? Конечно. Да. А вы говорите. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, что вы не любите людей. Спасибо. Спасибо.